Неверующий, он будет с дьяволом в геене огненной. Так написано, верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Дядя, послушай меня, пожалуйста. Ты сейчас как живешь? Бедно, очень бедно? Только без ругани, чтобы ни одного поганого слова не было. Вообще нет, я тебе говорю, ты сейчас как живешь? Очень-очень бедно? У вас вид какой-то такой, как после пьянки глубокой или обкуренной? Еще вот так. Спасибо, зато ты, блин, как будто как бомж выглядишь и ни разу не брился. Мы возвещаем волю Божию. Извиняем. Мы проповедуем по слову Божию. Хорошо. А Библия какая у тебя? Какая? Полный синодальный перевод 1876 года с неканоническими книгами. Понял. Понял. Говорит, ждал голую бабу, а тут явился старик, говорит, в фурашке. Так и было. Мы пришли в этот садом, чтобы возвестить, что ждет людей за это блудодейство. И возвестить радостную весть, что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес в третий день. И зовет всех к покаянию. Баба Гола есть? Вы можете сейчас говорить будем, чтобы ни разу не заругаться? Можете? А я и не ругался. Ну, не ругался. Я заранее предупреждаю, чтобы вам завтра стыдно не было. Ой, мне завтра будет стыдно. Все равно по-любому. Поэтому как бы тут... Люди без матерка сегодня мне могут сказать. А слово Божье говорит... Баба Гола есть? Да вам какая разница-то? Мы пришли как врачи в больное место принести благую весть. Вы врача никогда не спрашиваете ни о чем. Нет, я не... Знаете, как сделаем? Вот так, скажем так. Вот если... Не дай Бог, конечно. У вас какое-то поведение... Хотя, может быть, уже пора. Как обкуренные какие-то. Вот что такое? О, вот. Такое состояние, мотаетесь и какой-то взгляд нетрезвый. Короче, еще раз говорю. Если мне надо будет прийти... Если вы желаете что-то узнать больше о Боге, о душе, о вечности, о смысле жизни, вы можете задать вопросы, я отвечу вам по Святой Библии. А я вас вроде видел. Вы в Ютубе есть, да? Обязательно. У нас большой канал, называется «Во свете Библии». Там у нас 19 800 роликов наших. И 45 миллионов просмотров. Там дети, да, к вам приезжают? Я начальник детского лагеря. Правильно, 48 лет. Ну, батя, у меня память хорошая видать. Да, бедно. Я понял. Не до конца проблудил, пропил. Ну да. Вы можете зайти... Я смотрел вас на Ютубе. На Ютубе называется... Ну там дорогу делали, да, еще, короче. Да, да. Во Святой Библии, Игнатий Лапкин. Мы строим православную деревню с нуля, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. А одна деревня на всю страну такая. Понятно. А сколько населения? Да мало пока. Потому что не каждый это понесет, что нельзя пить, курить, материться, воровать. И работать своими руками. Согласен. Мы встаем рано. В 4.40 всегда. Угу. А сколько у вас сейчас времени? В 8 часов 40 минут. А у меня пол седьмого. Сейчас разница, что ли? Получается так. Если пол седьмого, то на 2 часа разница. Ну у меня 40 минут седьмого. Ну, значит... А у вас 40 минут? Девятого, да? Девятого. А, девятого. Да, девятого. Это 3 часа. Это 3 часа разница. На 2. Почему? Ну, не знаю, как вы так считаете. У меня седьмой, а у вас девятый. А, ну если седьмой и девятый, ну еще получится. А 9 и 7 отними. 2. Да. Ну ладно. Если у вас есть вопросы какие, беседовать, вы в скайп зайдите, Игнатий Лапкин, и мы там спокойно побеседуем. В скайп. А я там скину все свои... Я в свои ресурсы... Игнатий Лапкин, два слова запишите. Хорошо. Я один там, всего на весь интернет. Понял. Я вам там отвечу на все вопросы, которые я студентам отвечаю, отвечал в университетах. Хорошо, спасибо. Может, увидимся. Так вас как звать-то? Меня звать Александр. Александр означает защитник, в переводе с греческого. И защити себя от голых женщин, и одень рубашку, и бороду не брей. Ты чтоб не подкаблучник был. Это власть над женщиной. Она уже сразу увидит, скала. Что она не бросит с ребятишками. Понятно. Ларится, пообщаться? Я даже в скайпе, скайп. Там я скину вам и сайт, и все. А в сайте там 50 книг аудио мной насчитанные. Там 38 книг в бумажном варианте, которые у меня вышли. И 7 томов еще осталось в электронке. Там не просто книги. А 4 последние книги, 4 тома по 800 страниц моих стихов. Понятно. Вам будет очень интересно. Хорошего вам. До свидания. Храни, Господь. Жду в гости. Хорошо. До свидания. Падает такой, чтобы родители не подумали о плохих, а охота, чтобы рядом были родители. И мы поговорим. Я вам отвечу на все ваши вопросы, по слову Божию. Тем более я начальник детского лагеря, почти 48 лет был. Вам будет очень полезно узнать, как воспитываем детей. И все это заснято в видеороликах. У вас как-то пол лица только видать. Вписанное на наш канал? Да. А как он называется, канал? Я не помню. Там Свято-Троицкий какой-то монастырь, что-то такое. Нет, 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 нет. Это не монастырь. Вы ошиблись тогда. Я не помню, но я вас уже встречал здесь. Во свете Библии называется. Игнатий Лапин. Во свете Библии. Да, я всегда показываю слово Божие, что можем отвечать на любой вопрос ваш, если интересуетесь. Да, нет, я помню, а чего у вас денег не прибавляется там из-за просмотров, а чего до сих пор тут живете? А где я должен, какие деньги, откуда? Да, там от просмотров же идут должны... Я ни копейки не получал и не получаю. Почему? А 40 тысяч подписчиков от кого-то? Ну, 45 тысяч. Ну, и что? У меня просмотров 45 миллионов. Ну, а там нормально должно прийти. Ну, может там что-то администрация делает? Я-то тут только сдаю, я не касаюсь этого. Ни одной копейки я в глаза не видал. Ну, нужно партнерскую программу подключать, и там пошло бы. А там... 45 миллионов, там нормально бы вышло. Ну, не знаю даже про это. Я этим не интересуюсь нисколько. Жалко. Нас интересует один вопрос о том, чтобы люди не погибли, когда будет суд Божий. Чтобы души были спасенные. Чтобы в этой жизни жили по заповедям Божьим, в любви. А сейчас, кстати, это... Чума в Китае. Слышали, может быть? Вы же какую... Что об этом думаете? А какая чума? Вы где? В правительстве? В Китае. В Китае. Никак я не думаю. Я знаю только, без боли Божьей ничего этого не бывает. Господь допускает, и болеешь. А болезнь для того, чтобы мы Бога искали. Вот когда слепорожденного Христос исцелил, а сначала ученики увидели и говорят, Господи, а кто согрешил, он или родители? А как он мог согрешить, когда еще не родился? Родился слепорожденный. А Господь говорит, не он, и не родители. Чтобы на нем были явлены дела Божьи. Он его исцелил. Так что наши болячки надо рассматривать во свете Библии. Вот мне 81-й год. 81-й год. А я еще ни одной таблетки не съел. Воистовала. Кто у вас там разговаривает-то? Кто это? Аллах? Да. Где ты? Я здесь. Где? Я здесь. Что это за звук? Это у вас? Давай его, давай его, показай. Я ему еще тоже покажу. У него вопросы такие будут. Аминь. Что за фигня? Так. А вас как звать-то? Как мне? Как звать? Вот вас как звать? Господь Бог можете назвать. Ну ладно тогда. У вас все-таки шутки начались. Я отхожу от вас. С Богом. Аминь. Аминь. Заходите по скайпу, Игнатий Лапкин. По скайпу. Я там ресурсы все скинуть могу вам. Да. Мы найдем. Я на вас подписан. Вас видите, Библия. Да. Ну. По скайпу легче найти. У нас очень большой Ютуб. 19 с половиной... 19 тысяч 800 роликов только. Я там почти все посмотрел. О! Это вы ошиблись. Чтобы смотреть по одному часу. Если смотреть, то нужно 14 лет. Почему? Я вот в чат-рулетки все смотрю. В чат-рулетки? Да. У меня в чат-рулетке... Я сейчас скажу сколько. 650 роликов я уже здесь создал. В рулетке. А меня сейчас снимает кто-нибудь? У нас везде все снимается. У нас на улице везде написано. На улице что? Идет видеосъемка. В комнате. В церковь когда входят. Ну там что-то крещит, то я не пойму. Бороду Господь создал. И поэтому ее трогать нельзя. Так написано в Слове Божьем. Ну это все неправильно. А что? У вас точно так же написано? Ну да. Это Сунна Пророка. Ну вот. А зачем же бороду трогать? Нельзя трогать? Так Господь сотворил Всевышний? Нет. Я просто спрашиваю. А я отвечаю просто по Слову Божию. Вот я тоже хочу борода. А у меня это не растет. Ну я не знаю про это как. Не растет. У вас видно, что там намещается где-то. Трогать не надо. Она вырастет. Какую Бог даст. Надо жить с Богом. Мы возвещаем самую великую радость, что Иисус Христос умер и воскрес за наши грехи. Пострадал. И можем получить прощение грехов. Чтобы жить для Бога. Мы христиане? Да. Мы христиане. Православные люди, проповедники. Коран тоже читаете? Я его знаю очень отлично. Я могу сказать, что... Я мусульманин. Ну а мусульманин? Так вы должны знать. Пятая сура. 47-66 аяты. Говорят о нас, христианах. И называют нас люди Писания. А когда было сказано, это 7 век. А в то время другого Писания не было. Кроме вот этого. Вот. И там написано. Всевышний дал нам инжил. И жил это Евангелие. И чтобы мы по нему жили, не нарушали его. Мы по нему и живем, и проповедуем. Ага. Ну ладно, я спешу. Да куда спешить-то? Чужих же он всех не переловишь. Заботься о своей душе. Это развратное место. Так не надо на него глядеть-то. Ну вот, братан, что-то говорит. Послушайте. Давай, послушаем. Сколько лету? Поднимите голову, я бы вас видел. Так, говорите, пожалуйста. Под бороду смотреть не нужно. Вопрос-то в чем заключается? Как дела? Дела идут с Богом только вверх. Смотри сюда, внимательно. Гляди. Идут так. А когда в Бога не верят, дела идут вот так. В ад. В гиену огненную. С сатаной. Да, работаем, потому что... Так, простите, пожалуйста. Соржи. Так, всего хорошего. С Богом. Соржи. С Богом.